Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, какие методы бывают и что вообще из себя представляют методы в Java. Итого, как я вам уже показывал наверняка, есть такое вот определение метода, самое примитивное, которое ничего в принципе сам по себе не делает, это чистая его сигнатура. Но что у нас еще может быть? Здесь у нас понятное дело может быть public, private, protect и так далее. За модификатор доступ вам рассказывал. Но помимо этого у нас есть еще 6 других модификаторов. Это у нас static, final, abstract, abstract, strict, fp, native. И если я не ошибаюсь, synchronized. Да, abstract только почему-то не подчеркивает. Abstract, да. Вот. Теперь подробнее об этих 6 модификаторах я расскажу. Собственно говоря, самый простой это, наверное, native. Native вы никогда не будете использовать. Он используется в основном в библиотеках, которые были написаны при использовании Java. В основном это методы, которые являются, ну они пустые, там в них ничего нет. Но с помощью native мы говорим, что данный метод был реализован на C++, то есть на каком-то языке, ну или может быть не C++, может какой-то другой. Но в общем на native языке, на другом языке, не java-овском. И компилятор должен использовать там какие-то определенные библиотеки или что-то такое. Ну в общем как-то там запускать эти native методы. Сами вы никогда его использовать не будете. Просто вы, если вдруг столкнетесь с этим native методом, вы будете знать, что это такое и зачем это. Этого удаляем. Что такое strict.fp? Strict.fp я уже рассказывал, когда рассказывал за классы, есть определенное соглашение, что вот если мы хотим с определенной точностью использовать float point, то есть нецелочисленные значения, то есть какие-то там 0,325 и так далее, и мы хотим как-то посчитать, у нас есть определенная документация, там описано как правильно это считать и в соответствии с этими стандартами мы можем использовать это strict.fp. Вы можете это нагуглить, посмотреть как он работает, но в принципе это довольно-таки редко используемый модификатор. Просто если вы вдруг где-то с ним столкнетесь, вы должны знать, что в этом просто методе у нас будет с определенной точностью считаться float point, так сказать. В общем, да, я надеюсь, что вам примерно понятно, но это будет редкий модификатор, давайте его удалим. Что такое synchronized? Synchronized это модификатор, который говорит о том, что данный метод будет в один момент времени, его может выполнять только один поток. То есть за потоки я вам еще расскажу, но просто наперед, чтобы вы знали, это используется в многопоточном программировании. Если мы хотим, чтобы весь вот этот метод, он у нас как бы выполнялся в одном потоке, то есть у нас там какие-то изменения могут быть и так далее. Если мы не хотим, чтобы несколько потоков сразу меняли, мы его можем пометить как синхронized, и тогда этот поток будет работать, грубо говоря, как давать доступ к этому методу, к выполнению только одному потоку. То есть если один уже начал его выполнять, но не закончил, то остальные не смогут этого делать, пока первый поток не закончат. Как только первый поток дошел до самого конца, мы говорим остальным потоком, что вы тоже можете его начинать выполнять. Ну, в общем, за это поле, за этот модификатор я вам расскажу в уроке по многопоточностям. Пока удаляем. Вот. Что такое abstract и final? Ну, в принципе, я вам более-менее уже рассказывал в уроке по классам. Смотрите, значит, если у нас есть модификатор abstract, он никогда не может работать одновременно с final. Потому что abstract говорит, что у нас, ну, то есть abstract, грубо говоря, вот такой вот метод, который вместо кода, он просто заканчивается точкой с запятой. И он говорит, что это абстрактный метод, и мы его должны использовать в абстрактном классе. То есть когда мы вот так вот, да, он не может быть статическим. То есть когда мы вот так вот пишем, мы говорим, вот у нас абстрактный класс, мы пока понятия не имеем, как мы его будем использовать, но в наследниках мы должны его везде переопределять. И тогда мы не сможем делать, ну, инстанциировать этот класс, то есть создавать экземпляры с помощью ключевого слова new. Мы не сможем создавать экземпляры только в наследниках. Если у нас класс будет абстрактный, у нас будет один абстрактный метод. Если у нас хотя бы один метод абстрактный, то и класс должен быть абстрактным, соответственно. Но, в принципе, наоборот, не считается. Если класс абстрактный, у нас может и не быть абстрактных методов, тогда мы тут уже можем написать какую-то конкретную реализацию. Вот, но за абстрактный класс я вам рассказывал, если что найдете. Самое интересное, у нас еще остался final. Вот, что такое final? Final говорит, что вот этот метод, он никогда в жизни больше не сможет быть переопределен. Вот, смотрите, если я, допустим, напишу класс otherExample, и его заэкстендил от экземпла. Здесь, допустим, захочу заврадить метод void. Даже это можно удалить, оно не особо и нужно. Суть в том, что сигнатура у нас та же самая, но, тем не менее, оно нам ругается на то, что метод у нас final. Видите? И мы не можем его переопределить. То есть, если мы уберем final, оно у нас, естественно, ругаться не будет. То есть, с помощью final, если мы написали какую-то конкретную реализацию, и мы хотим сказать, что никогда в жизни больше не меняйте ни при каких условиях. Это стопроцентная реализация, которая не должна никогда в жизни меняться, иначе это все поломает. Вот, тогда мы можем этот метод определить как final, и он никогда в жизни больше не будет изменяться, мы не сможем его переопределять. Вот, что интересно, по поводу final, в принципе, понятно. То есть, если abstract говорит, что, ну, abstract the final, они обратно противоположны. abstract говорит, что мы должны переопределить этот метод, final говорит, никогда в жизни не переопределяйте. Как-то так. И у нас еще один остался метод, это static. Вот, static это метод, который не может использовать какие-то поля. То есть, если я, допустим, напишу int и равно 5, к примеру, то здесь я этот и не смогу использовать, потому что мы не можем получить к обычным нестатическим полям. Но если, допустим, я это поле тоже помечу как static, то тогда без проблем я могу его выводить, могу его использовать. И причем, что самое интересное, вот эти вот методы, я их могу использовать без какого-нибудь, ну, создания класса. Вот, смотрите. Если я, допустим, напишу вот так вот. Example. Здесь я просто могу вывести этот метод. То есть, здесь не будет создаваться, у нас не выделяется память под example. То есть, у нас не будет вот этого оператора new example. Такого не будет. Он нам не нужен. Память под этим не выделяется. То есть, соответственно, чтобы не выделять эту память, если мы знаем, что у нас просто какой-то метод, который, к примеру, сложит там 2,2. То есть, это, допустим, математических каких-то там у нас есть какой-нибудь какая-нибудь библиотека mass в java.lang, да, и мы там можем использовать там какие-то параметры, которые, ну, там, которые чего-то считают. То есть, если мы знаем, что нам не надо каждый раз создавать этот объект mass, то вот, соответственно, как-то так мы можем просто запускать эти статические методы. И даже вот мы часто очень используем system.out.println, он, в принципе, тоже статический на самом деле. Вот. Поэтому, как бы, это очень интересно. Но суть не в этом. Суть в том, что статический метод. Вот я его здесь беру, запускаю. Смотрите, если мы сейчас запустим, он не просто выведет пятерочку. Вот, видите, 5 вывелось. Что при этом произошло? То есть, у нас вот здесь вот мы зашли в main, example, он не создавал example, он просто проинициализировал статические поля, и у него появился статический метод, и этот метод имеет доступ только к статическим полям, и, соответственно, он получает значение 5, и выводит его, как вы видите. Вот, в принципе, все довольно-таки просто. Вот это, как бы, основные, значит, наши модификаторы, которые бывают в методах. То есть, static, final, abstract, strict.fp, native и synchronized. Вот, их, в принципе, 6, их там не так уж и много, можно запомнить. Кажется, что это может сложно, но на самом деле, со временем все придется запомнить, все будет даньки просто. Дальше, что интересно, это передаваемые в метод могут передаваться какие-то значения. через запятую, там, это могут быть, там, boolean, там, b и так далее. То есть, у них могут быть какие-то имена, там, мы можем чего-то сюда передавать. Ну, к примеру, у нас могут быть даже какие-то там objecto и так далее. Вот. И мы можем их сюда передавать тоже через запятую, к примеру, как-то так. Вот. То есть, здесь я передаю эти все параметры, здесь я их получаю, я их даже могу повыводить. То есть, смотрите, если я это удалю, то есть, resultf, resultp, resulto, то есть, я сейчас могу это все запустить, и у меня выведется, там, 5, 4, 234, true, ну, и какое-то, там, значение этого объекта, это, там, отдельно мы поговорим, что такое object, ну, просто это какой-то ссылочный тип. Ну, там, также, там могла быть какая-нибудь строка, я ее тоже могу вывести. Ой, да, s, там, я могу сюда что-нибудь передать, там, hello, запустить это все. Ну, и тут, естественно, hello выведется. То есть, у нас могут быть какие-то параметры, которые мы передаем сюда, и здесь мы их выводим, ну, или чего-то там с ними делаем. То есть, у нас в методах есть передаваемые параметры. Вот. Но есть еще один очень интересный параметр, это переменное число параметров. Смотрите, допустим, в самом конце я могу написать что-то типа такого. Вот так вот. что это означает? Это означает, что я сюда передаю массив значений типа int, и потом могу по нему пробежаться. К примеру, вот так вот. Ну, что это за фор, я вам еще расскажу. Смотрите, то есть, суть примерно такая, что я могу туда попередавать кучу разных цифр через запятую, как вы видите. Вот. И они все выведутся. Вот смотрите, я запускаю. И, как вы видите, все эти цифры, которые я туда передал, они вывелись. Как это работает? Это работает. Я ему говорю, вот здесь вот я компилятору сказал, я хочу принять кучу цифр, но я еще не знаю, какое конкретно количество будет. Вот. Здесь я передаю количество этих цифр, их может быть плюс, минус, там, ну, большое число. И здесь у меня, как бы, массив. По массиву я могу с помощью этого фора пробежаться и поводить все его значения. Ну, или что-то с ними сделать. Есть только определенные ограничения. Во-первых, такой массив может быть только один. То есть, если я напишу еще раз, естественно, не получится. Он скажет, нет, так нельзя, у нас должен быть только один такой параметр. Во-вторых, этот параметр должен быть первым. Точнее, последним. То есть, если я его напишу где-то в середине, то, естественно, он мне скажет, что нет, нельзя, он должен быть последним в списке. То же самое, если я его помещу куда-то в начало. Вот. Поэтому, как-то так оно работает. То есть, ну, последний параметр и может быть переменное число элементов в нем. Мы можем передавать, потом что-то с ними делать. Вот. Это что касается параметров. Ну и, наконец, самое интересное, это возвращаемое значение. Я вот здесь вот в основном везде писал void, но на самом деле void это говорит, что метод ничего не возвращает. На самом деле метод может что-то возвращать. Он может вернуть int, он может вернуть double, он может, ну, любое значение, boolean вернуть, он может вернуть абсолютно все что угодно, даже object какой-нибудь. Вот. Но когда мы здесь пишем, что мы что-то возвращаем, соответственно, в самом конце, вот здесь вот мы должны написать return и написать, что мы возвращаем. Допустим, new object. Вот. Это я могу тоже, наверное, все поудалять. С этим совсем все понятно. Теперь смотрите, наш параметр что-то возвращает. И мы можем это где-то использовать. К примеру, мы можем написать вот так вот. Что здесь произойдет? Если бы мы ничего не возвращали, то, естественно, он бы нам рубнулся, что здесь мы ничего не возвращаем. То есть, если мы напишем void. А здесь нам скажет, как, ну, can't resolve method. То есть, мы не можем ничего там вернуть. Вот. Но если мы возвращаем, допустим, object. Ой, не object, а object. Вот. То мы можем запустить и что при этом произойдет. То есть, у нас здесь возьмется этот метод, вернется, как возвращаемый параметр, передастся сюда. И здесь мы выведем какое-то значение. То же самое, если бы мы там написали int. Мы бы могли вернуть единичку. И здесь у нас просто вернется единица. Вот. Видите? Если мы можем написать здесь boolean, char, string. То есть, абсолютно все что угодно. Мы можем вернуть там false, к примеру. И здесь то же самое. То есть, принцип какой? Мы сюда заходим. Говорим, хотим вернуть в boolean. Возвращаем boolean. Здесь вот он вызывается, передается в параметр println. И он выводится в значение. Вот это false вывелось. Вот. Да. Вот это основные принципы работы методов. То есть, методы это какое-то поведение, описываемое в классе. То есть, у нас машина может разгоняться, может тормозить, может еще чего-то. То есть, у нас есть какой-то объект, у него есть какое-то поведение. И это поведение описывается с помощью методов. Методы могут менять внутренние параметры. То есть, у нас там могут быть какие-то значения. И мы его там можем в каком-нибудь addi, допустим, сделать. Там менять его как-то. И равно i плюс 1. И так далее. То есть, увеличивать на единицу. Если мы там разгоняемся или тормозим. То есть, у нас там скорость, допустим, может быть какая-нибудь. К примеру. Мы ее можем там увеличивать, уменьшать. Там на 1, на 10. Там и так далее. То есть, как-то работать с внутренним состоянием. То есть, у нас обычно там какие-нибудь приватные поля. Мы их можем увеличивать, уменьшать и так далее. Для этого нам всегда нужны методы. Методы чего-то делают. Это то, что делает наш класс. Мы делаем публичные методы. И мы их как-то используем. У них могут быть параметры. Модификаторы какие-то. 6 модификаторов. Это там static, final, abstract, synchronized, strict, fp и native. Мы должны их уметь использовать. Знаете, зачем они. Также у нас могут быть параметры. Параметры могут быть как просто, так и как массив. Таким вот образом определяться. Параметры все идут через запятую. Там как-то так. И у нас может быть возвращаемое значение. То есть, то значение, которое у нас в конце концов вернет параметр. Это основная информация о методах. Вы теперь имеете какое-то представление о том, как они работают, зачем они нужны. Вроде как все рассказал. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.